Радио Комсомольская правда. Это самые осведомлённые эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии. Это радио Комсомольская правда. И сегодня мой гость, меня зовут Павел Филиппов. Сегодня мой гость Роман Геннадьевич Кравченко, глава администрации Родженикидзовского района Екатеринбурга. Роман Геннадьевич, здравствуйте. Хочу начать с поздравления вас. Вы три года занимаете этот пост. С этим вас поздравляем. Как прошли три года? Какую оценку вы можете дать по ощущениям? Как это было? Как это было? Ну, три года пролетели как один день, если говорить честно. Много удалось сделать, но, конечно же, ещё многое хочется сделать. Надо изменить непосредственно наш район к лучшему. Мы говорим о том, что последнее десятилетие, наверное, Екатеринбург вообще переживает всплеск изменений. То есть у нас очень много событий международного масштаба прошло в городе Екатеринбурге. Ну, конечно, Родженикидзовский район не остаётся в стороне. Он в том числе принимает гостей. И, допустим, в 2023 году мы будем принимать на нескольких объектах Родженикидзовского района универсиаду. Вы пришли на эту должность. Получается, это был 2018 год. Да, 15 ноября 2018 года был первый мой рабочий день. Вот как раз. Каким он вам запомнился первый рабочий день? Как это было? Опять же вопрос, как это было? Как это было? Я помню, как я вошёл в большой кабинет, в котором я никогда, конечно, не работал. И вообще в таких кабинетах я не работал. Я помню эту мебель, я помню компьютер. А дальше начались рабочие будни. Тут же пошли непосредственно руководители и сотрудники, у которых возникали вопросы, уже рабочие. И три года пролетели, как один день. Я просто помню несколько глав и города разных, да, и я их видел примерно через месяц после того, как они вступали в должность. У них был такой серовато-землистый цвет. Я не шучу, серьёзно. То есть, когда люди входили вот в курс тех проблем, с которыми придётся взаимодействовать, да, было прям тяжело. У вас было такое? Ну, то, что касается землистого цвета лица, у меня... Ну, может быть, не про цвет лица, а про то, что это прямо отражалось на их внешности. Я понял. У меня в связи с моим цветом кожи, природным, землистый цвет достигнуть не удастся. Но было тяжело. Врать я не буду. Было тяжело. Во-первых, было тяжело, так как это была новая совершенно для меня деятельность. Было тяжело, потому что приходилось работать уже с колёс, не было времени на раскачку. Ну, и понятное дело, что само по себе управление городским хозяйством, управление жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, уборкой и прочее требует достаточно много сил. И невозможно здесь занимать место и не работать. Приходится себя полностью вкладывать в эту работу. Если ты этим не занимаешься в постоянном объёме или в постоянном, то ты не получишь результата. Это первое. И ты долго не сможешь находиться на этой должности. Конечно, тяжело. Конечно. Когда ты понимаешь и погружаешься во всё хозяйство, ты понимаешь, сколько нужно сделать и какую ответственность ты несёшь за это перед людьми в первую очередь. С точки зрения кадров, вам приходилось принимать какие-то непростые решения? Ведь иногда, получается, знаете, как говорится, через колено кого-то приходится ломать. С кем-то приходится договариваться, быть гибким, наверное. Ваш подход каков? Ну, мой подход, я изначально, когда пришёл на эту должность, я практически всем руководителям сказал, что я не собираюсь рубить с плеча, и не собираюсь в данном случае заниматься так называемым кадровым резким изменением, замещая людей, которые работают на, назовём так, своих людей. Нет, конечно. Ну и говорить о том, что не приходилось принимать кадровых решений, это тоже было бы неправильно. Конечно, приходилось. Кто-то не захотел работать со мной, ушёл сам. Кто-то не выдержал темп, тот, который был установлен мной и моей командой, назовём это так, и в конечном итоге принял решение об уходе. Кто-то остался, и я очень благодарен сотрудникам, которые остались, которые поддержали, которые действительно не зря получают зарплату, которая работает на благо района. В каком состоянии район вам достался, так сказать? То есть, ну, я понимаю, что, наверное, вы, придя, проводили некий аудит, ну, хотя бы для самого себя, чтобы понять, вот, какие есть болевые точки, да, какие есть проблемы, с чем придётся взаимодействовать. Надо сказать, что с приходом новой команды, назовём так команды в городе, это Александр Геннадьевич Высокинский, и практически вы знаете, что многие заместители поменялись, полностью поменялся подход к городскому хозяйствованию, с того подхода, который был при Аркадии Михайловиче, при Якобе, и, соответственно, тем, которым он стал при Александре Геннадьевиче Высокинском. Поэтому приходилось многие вещи начинать сначала. Сказать, что район был в каком-то упанчивом состоянии, это было бы неправдой. Район — это живой организм, который постоянно необходимо обслуживать, который болеет, который радуется и так далее. То есть, это живое существо, поэтому район живёт, он и тогда жил, он живёт и сейчас. Происходят изменения, изменения, слава богу, эволюционные. — Всё-таки, знаете, такой ещё вопрос, мы тут с вами до эфира обсуждали по поводу, ну, там, прислодного словосочетания новой Васюки, но тем не менее. А каким бы вам хотелось видеть район, там, через, не знаю, два года, пять лет, можно назвать, не знаю, там, какую-то перспективу в 50 лет? Но я думаю, что мы так далеко не будем заглядывать, потому что мы просто не знаем, как оно пойдёт. — Знаете, я могу сказать как чиновник, современным, комфортным, удобным для людей. Но я не буду это делать, я скажу просто, я хочу сделать район, чтобы он был местом, где приятно нашим жителям находиться, где люди хотят жить и не хотят никуда уезжать. Он уже сейчас такой, этот район. Но мы прекрасно понимаем, что потихонечку из-за крайного района мы становимся практически уже, приближаемся к центру. Город растёт, Екатеринбург растёт. Мы начинаем двигаться в сторону Верхней Пышмы, разрастаться, что касается Арджоникизовского района. И в конечном итоге, я думаю, что лет через 20-30 мы будем центром города Екатеринбурга, а не северной окраиной, как сейчас. И у нас будут такие же полностью условия, которые сегодня есть в центре. То есть полностью освещенные улицы, прекрасное асфальтовое покрытие, прекрасные тротуары, прекрасные торговые центры, магазины, места отдыха, парки, скверы. Хорошо. Вы из полиции? Да. Да, пришли. Я так понимаю, что вы из полиции. У Уралмаша или Маша есть такая репутация, которая сложилась. Ну, правда это или неправда, я имею в виду сейчас, в данный момент, это уже другой вопрос, но тем не менее. Как вам кажется, репутация района меняется? Ну, я в систему органов внутренних дел Российской Федерации пришел как раз, когда эта репутация была в самом разгаре. В самом разгаре, да? В разгаре, да. Это были 90-е годы, и поэтому я видел район во всех, во всей Красии на тот момент. И, соответственно, так как я сегодня работаю в этом районе, я могу судить. Ну, репутацию, давайте будем говорить, что в 90-е годы действительно было так. Было сложно. Оперативная обстановка, было большое количество преступлений, были некие организованные преступные сообщества, с которыми государство боролось и, конечно же, победило. Другого варианта просто не может быть. На сегодняшний день Орджоникидзевский район, и в частности Уралмаш, ничем не отличается от любого центрального района. И уровень преступности точно такой же, как и везде. Поэтому говорить, что сегодня там опасно ходить по улицам Орджоникидзевского района, ну, это как минимум неправда. Вы в любое время также можете выйти, пройти по улицам и стать жертвой преступного посягательства у вас точно такой же процент, как и в центре города. Я думаю, что даже в центре... А возможно и меньше. ...более вероятность, можно на это нарваться, так сказать. Хорошо. К практическим вопросам давайте перейдем в таком случае. Зима не за горами, собственно, выпал уже первый снег такой, устоявшийся снежный покров у нас. Хотя может еще поменяться все 50 раз. Это Урал, мы знаем. Как район готов к зиме сейчас? Ну, район полностью готов к зиме. Я хотел бы сказать, что у меня в данном случае в дорожно-эксплуатационном участке Орджоникидзевского района создалась прекрасная команда рабочая. То есть и руководители, и сотрудников. Да, есть вопрос с текучкой кадров. Но вопрос с текучкой кадров, он будет всегда в связи с тем, что коммерческие предприятия, конечно, могут установить гораздо большую зарплату для сотрудников, чем муниципальные учреждения, которые живут за бюджет. Но мы этот вопрос решаем. То, что касается непосредственно организационного ядра, кадрового ядра, то это ядро созданное, это ядро в состоянии решать все поставленные перед ним задачи и в состоянии содержать район чистым. Я почему еще спрашиваю, потому что вот как раз, наверное, года три назад у меня прямо это врезалось в мою память. Мы заезжали на Уралмаш зимой, и меня поразило, что, знаете, как будто в другой город приезжаешь с точки зрения именно уборки. То есть какие-то сугробы снежные, гигантские были совершенно, да? Вот насколько, чего сейчас можно ожидать в этом сезоне? Ну, к вопросу вы мне задали, приходилось ли принимать кадровые решения. Вот это как раз и были одни из тех кадровых решений, которые приходилось принимать. Просто когда ты долгое время объясняешь людям, что необходимо, а тебе машут головой, а потом в конечном итоге работа не сдвигается с места, и ты становишься неким заложником между вышестоящим руководством и исполнителями, да? И гражданами. И гражданами, конечно же, и в первую очередь даже гражданами, в конечном итоге когда-нибудь терпение заканчивается, и приходится уже принимать непопулярные решения. Именно такие решения пришлось принимать по руководству дорожно-эксплуатационного участка. И на сегодняшний день, как я еще раз остановлюсь на этом, команда, которая возглавляет дорожно-эксплуатационный участок, команда руководителя, она в состоянии выполнять все поставленные задачи. Тепло нормально пустили? Тепло нормально пустили. Понятное дело, что район старый, достаточно большое количество аварий было, аварийных ситуаций, несмотря на то, что мы готовились, проводили опрессовки, без них все равно не обошлось. Но в настоящий момент с теплом у нас все. Роман Кравченко, напомню, с нами сегодня глава администрации Орженикизовского района Екатеринбурга. Мы продолжим через несколько минут после паузы на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Меня зовут Павел Филиппов, это радио Комсомольская правда. Мой гость сегодня Роман Геннадьевич Кравченко, глава администрации Орженикизовского района Екатеринбурга. Три года в должности Роман Геннадьевич находится. И вопрос еще у меня есть. Вот какого характера. Смотрите, буквально неделю назад где-то стало известно, что, ну вот это вот самое, что, что нас называют в народе реновацией, и то, что, ну, власть пытается называть, пытается, потому что не очень приживается, КРТ, комплексное развитие территории, что две такие, наверное, первые площадки, которые у нас в городе будут под это отданы, обе находятся в вашем районе, в Орженикизовском. Да, так и есть. Одна из них находится на Уралмаше, ближе к Донбасской, другая за Шевской, на Эльмаше. Но, тем не менее, все равно это получается Орженикизовский район. Соответственно, вы становитесь, можно сказать, пионером вот комплексного развития территории. И скажите, пожалуйста, что происходит, во-первых, и будет происходить со старым жилищным фондом? Как вы лично относитесь к тому, что район заполучил две такие площадки? И, ну, действительно, это, вы знаете, такой шаг в неизвестность, потому что вроде бы в законе все прописано, а как будет реализовано на практике, не совсем понятно еще. Ну, вы знаете, под лежачий камень вода не течет. А в Орженикизовском районе треть всего ветхого аварийного жилья всего города Екатеринбурга. И с этим нужно было срочно что-то решать. Поэтому, конечно же, я понимаю так, что правильное решение о том, что Орженикизовский район должен стать пионером. И поэтому две площадки, одна на Уралмаши, как вы сказали, это Черниговский, Суворовский, Донбасская, вторая на Шевской у нас, за улицей Шевской, находится в Орженикизовском районе. Комплексное развитие территории предусматривает под собой замену старого ветхого аварийного жилья на новое комфортное жилье. Буквально сегодня у меня прошло очередное совещание в администрации по вопросу именно КРТ на территории Орженикизовского района. У нас намечен график работы. Я думаю, что все прекрасно понимают, что комплексное развитие территории возможно только тогда, когда жители этих домов, попавших в программу, согласятся двумя третями голосов с тем, что их дом попадает под КРТ. Вот сейчас у нас составлен некий график, и в ближайшие дни начнутся уже собрания, общие собрания жильцов на этих двух площадках, на котором мы будем разъяснять, мы, это имеется в виду муниципалитет, разъяснять в данном случае людям, что такое КРТ, какие выгоды они приобретают при вступлении в эту программу, ну и, соответственно, проводить общее собрание с целью получить результаты, то есть с целью понять, хотят ли люди войти в эту программу. Приведу пример, допустим, площадка, которая находится на Эльмаше, состоит целиком из практически деревянных двухэтажных домов, восьмиквартирных. Это та самая площадка, на которой уже три дома, как минимум, являются аварийными и расселены. Это та самая площадка, которая периодически у нас горит. Надо понимать, что как только дом становится аварийным, расселенным, он сразу у нас становится рассадником неких криминальных и полукриминальных элементов. Да, о чем говорить? Даже те же дети, которые всегда... Играются пытливыми умами, да, они лезут туда, и это может вызвать, конечно же, проблемы. И эти проблемы, в первую очередь, меня волнуют. Я хочу как можно больше сделать в районе, чтобы людям стало комфортнее жить. И программа КРТ, она очень сильно должна нам помочь в этом. Хорошо. С этим все понятно. То есть, намерения, как говорится, благие. Но благими намерениями, как мы знаем, часто бывает дорога в ад вымышлена, да? Да, бывает такое, конечно. Те опасения, которые озвучивались вот в этой программе. Во-первых, куда будут девать жильцов? Вы сказали правильно, что да, есть расселенные дома, но есть и нерасселенные. Есть дома деревянные, с которыми все понятно уже действительно, а есть дома и недеревянные. Я говорю, например, про участок застройки за Черниговской. Ну, там они не деревянные, там они сделаны из другого материала, но это те же самые двухэтажки. Двухэтажки, да. С 48-го, 46-го годов, и мы прекрасно понимаем, что часть из них не признаны аварийными чисто технически. Хорошо. То есть, там и потолки у нас падающие, и полы прогнившие. То есть, жить-то, в принципе, там нельзя нормально. Понятно. Но Орджоникидский район действительно район большой по площади, да? И я понимаю, что у людей, наверное, возникает действительно опасение. Если их будут переселять в рамках одного района, то куда? Ну, давайте так. Вот для этого мы и проводим общие собрания, чтобы ответить на вопросы людей. Если говорить о том, что Орджоникидский район... Мы говорим о неком муниципальном образовании. Орджоникидский район является муниципальным районом города Екатеринбурга. Поэтому, конечно, человеку могут предложить вариант не только проживания в Орджоникидском районе, но и в любом другом районе города Екатеринбурга. То есть, в рамках города? В рамках города, конечно. Конечно. Но, опять же, я говорю о том, что это все договорные отношения, да? То есть, не бывает такого, что пришли люди и выселили, да, и вывезли их куда-то на 101-й километр. Но нет такого сейчас. То есть, со всеми будет решаться вопрос путем переговоров. То есть, будет предлагаться то жилье, которое людям действительно будет, людей будет действительно устраивать. Вопрос номер два, который возникает. Да, мы понимаем, что комплекс на развитие территории предполагает действительно, что не просто там натыкают дома и бросят, да? То есть, это прямо развитие территории. Но все равно есть, во-первых, а, старые инженерные сети, б, никто не будет строить двухэтажки. Скорее всего, построят многоэтажные дома. Возникают вопросы, то есть, что это будут какие-то свечки, наверное, или человейники, как их называют, или нет. И как возрастет нагрузка на инженерные сети? Не новые, прямо скажем так. Вот смотрите, каждый раз, когда у нас возникают новые микрорайоны, мы прекрасно понимаем, что застройщик, который строит эти микрорайоны, кем бы он ни был, он в том числе меняет и часть инженерных сетей. То есть, здесь есть и благо. Потому что, да, действительно, не новые сети, но к этим новым сетям, ну, допустим, если взять сеть в 100%, то процентов 30-40 этих сетей изменяется. То есть, она заменяется новыми. Таким образом, мы получаем положительный результат строительства микрорайонов. То, что касается человейника. Вы знаете, вот мне всегда нравилось, я читаю комментарии, да, где люди это обсуждают, как люди начинают говорить, что мы хотим. Город, город на сегодняшний день, любой город, особенно такие города, как Екатеринбург, которые превысили население более свыше миллиона, они, конечно, будут строиться ввысь. Мы это прекрасно понимаем. Неизбежность. Да, это неизбежность. То есть, это любой город, возьмите любую столицу мира, Сингапур и прочее, там здания, которые уже давно ушли за 20, за 30, там за 100 этажей даже где-то. Поэтому он будет расти вверх. Если человек хочет жить в небольшом жилье, мы прекрасно понимаем, это только лишь проживание в своем собственном жилье за территорией города Екатеринбурга. Ну, такова мировая тенденция. Нельзя жить в городе и при этом быть вне социума. Ты будешь в любом случае в социуме. Строить жилье, как мы сейчас предполагаем, давайте вместо двухэтажек построим пятиэтажек, это нерентабельно. Мы живем в другое время. И, конечно, тот же застройщик, он, конечно, высчитывает, какая рентабельность в данном случае жилья. Поэтому дома будут, конечно же, высотные. Это тоже надо понимать. Если человек не хочет жить в высотном доме, он может выбирать любое другое. У нас с вами нет сейчас какой-то раптной зависимости. Вы можете продать квартиру, вы можете ее каким-то другим образом реализовать и поменять на то, что вам удобней. Для того, что лучше я понимаю, что не всегда вопрос стоит только в желании, нужны и средства для этого. Ну, конечно, да. В любом случае, давайте предположим, вот на этой площадке жило раньше, например, 100 человек. Сейчас будет жить тысяча человек. Возникает еще вопрос и социальных учреждений. Предполагает ли комплекс на развитие территории, есть ли понимание уже по этим площадкам, строительства школ, детских садов и так далее, коль скоро оно называется комплексным развитием? Ну, мы, во-первых, исходим с вами, что площадки, на которых происходит застройка, они являются в данном случае не такими большими по объему, чтобы на них можно было построить все элементы социальной сферы. Ну, понятно. Как решается этот вопрос? Допустим, площадка на Эльмаше, о которой мы сегодня говорим за улицей Шевской, там уже сейчас запроектировано строительство детского дошкольного учреждения. То есть, непосредственно застройщик, возможный застройщик, уже взяв на себя обязательства, он будет в данном случае нести социальную нагрузку. То же самое практически, я думаю, будет и на Уралмаше. Там пока решения такого нету по переулку Черниговскому, Суворовскому. Но это однозначно будет так, как я говорю. На сегодняшний день решение муниципалитета только одно. Обязательность строительства социальных учреждений. Мы прекрасно понимаем, что город не может обходиться только одним жильем. Необходимы школы, необходимы больницы, детские сады и прочие учреждения. Дороги. Дороги – это неоспоримо. Мы с вами живем не в XIX веке. И поэтому дороги здесь мы о них даже не говорим. Они в любом случае у нас с вами строятся и будут строиться. На сегодняшний день застройщик, сдавая объект, никогда его не сдаст новый объект, если он не выполнит те обязательства, которые на него возложены муниципалитетом. – Вот на примере этих двух площадок, я понимаю, что там еще может все поменяться, конечно, но тем не менее, будут ли это такие, знаете, пилотные, наверное, проекты, которые дадут нам понимание того, как это будет происходить, ну, возможно, в рамках одного района, возможно, и всего города. И как, на ваш взгляд, будет ли этот подход точечным? Ну, вот действительно, потому что вот те дома, которые вы описали, они, наверное, действительно требуют замены, правда. Но ведь часто в эту программу есть опасения у жильцов, там, например, Сталинок, прекрасных Сталинок, да, которые еще находятся в хорошем состоянии, что они тоже могут попасть под раздачу, так сказать. Вот каково видение на этот счет? – Пока мы говорим о том, что в городе Екатеринбурге достаточное количество того аварийного жилья, которое может попасть под КРТ. Пока разговор идет об этом. Никто не говорит, что лет через 10-15 не дойдет очередь за Сталинок. Мы понимаем прекрасно, что вечного ничего не бывает. – Это факт. – Да. Но на сегодняшний день вопрос о пятиэтажках, хрущевках так называемых, либо о Сталинках у нас не стоит. Стоит именно вопрос о программе КРТ, а в данном случае именно того жилья, которое уже в принципе только технически не признано аварийным. – Хотя Сталинки, вернее, хрущевки, они ведь строились как временное жилье, если так разобраться. – Конечно. Это было временное жилье, которое делалось массово, просто людей. Необходимо было решить программу жилья. – Массовое расселение. – Да. И поэтому строились хрущевки. Конечно, на сегодняшний день это уже не самый лучший вариант проживания. Хотя у меня очень теплое отношение к хрущевкам. Я сам вырос, я сам жил долгие годы в хрущевке. Я очень хорошо к ним отношусь, но мы должны понимать, что город развивается. И в любом случае дома ветшают. Роман Геннадьевич Кравченко, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Мы продолжим после новостей, рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. – ГОСТЬ ВСТУДИИ – это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. И мой гость сегодня – Роман Геннадьевич Кравченко, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Три года в должности. Мы отмечаем, хотя разговариваем На серьезные темы Не всегда бесспорные, надо сказать Лето прошло, мы опять возвращаемся К зимнему сезону Удалось ли сделать все, что было запланировано На летний сезон В том, что касается ремонта дорог В том, что касается ремонта Сетей, возможно, каких-то Да, те планы, которые мы ставили Надо понимать, что всегда планы Бывают минимум и максимум Так вот, планы, которые у нас были Поставлены, они реализованы полностью Конечно, хотелось бы больше Мы всегда принимаем, что все упирается В финансы И мы исходим из того, сколько у нас денег есть Настолько работ мы можем провести Но планы, которые мы ставили на этот год Мы полностью реализовали То есть не осталось никаких висеков Незаконченных Нет, нет Нет у нас на сегодняшний день тех моментов В которые мы не уложились бы по времени Что происходит с промышленным предприятием? Потому что Уралмаш строился как рабочий городок Такой, да, можно сказать Да, конечно Даже в масштабах рабочего города Потому что район самый большой, наверное, по площади Среди всех екатеринбуржных По площади нет, по населению По населению, да Тем не менее И он был таким все-таки центром притяжения Промышленных предприятий Конечно Конечно, не единственным Но, пожалуй, по концентрации Наверное, самым большим Это Уралмаш завод УЗТМ Там можно перечислять Перечислить Что с ними происходит сейчас И Ну Сохранился ли статус рабочего городка Такой? Может быть, неофициальный Но Знаете, как говорится Я понял Да Место притяжения кадров Ну, я вам так скажу На сегодняшний день, конечно же Уже нету Того статуса именно рабочего городка Мы сегодня говорим, что Арджоникидзовский район Уралмаш в его составе Это уже некий Обычный район города Екатеринбурга Точно такой же, как и Кировский Да Большое количество заводов остается и до сих пор Это у нас и завод имени Калинина И ОКБ «Новатор» И Уралмаш завод, о котором мы говорим Который стал практически центром В 30-е годы Именно города Свердловска Центром, который выпускал И оружие победы у нас Те же танки Снаряды Другое вооружение Нет, на сегодняшний день, конечно, мы меняемся Мы меняемся, как и весь город Мы уходим от рабочего Мы приходим больше к социальному Но при этом, я хотел бы сказать, что Заводы Заводы, несмотря на все изменения, которые с ними происходят Эти изменения понятны Происходит оптимизация Происходит модернизация производства Конечно же, нам уже не нужны такие объемы Такие территории А Уралмаш занимает Только завод Уралмаш занимает почти 100 гектаров земли Конечно, таких площадей уже на сегодняшний день не требуется То есть у нас, как я уже сказал Происходит модернизация производства И в какой-то степени От какой-то части территории завод отказывается И не только Уралмаш Многие заводы также по этому пути идут В связи с современными технологиями И это нужно понимать правильно А не говорить о том, что всему конец Уралмаш завода больше нет Это, знаете Загнулся Да Это такое, как бы, обывательское мнение И если человек хочет в чем-то разбираться Он должен хотя бы вникнуть в эту ситуацию Заводы показывают Большинство У нас 9 самых крупных заводов На территории Арджоникидского района Показывают устойчивый рост производительности труда Показывают устойчивый рост прибыли Надо сказать, что большая часть заводов Имеет гособоронзаказ То есть они работают на так называемый Щит России от агрессора И поэтому они не могут просто быть не на плаву Выполняя такие задачи Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день Арджоникидские районы завода Которые расположены на территории района Создают рабочие места не только для Уралмаша Или Эльмаша Для Арджоникидского района Но и практически для всего города Екатеринбурга И пригородов У нас, если брать заводы То 30-40% это только жители Арджоникидского района На каждом заводе Остальное это жители всего Всей оставшейся части города Ну, как я уже говорил, и пригородов То есть это некий элемент городообразующий уже А не образующий район Смотрите, не могу не спросить вас Скоро открывается Ну, я не знаю, насколько скоро Но, тем не менее Она рано или поздно откроется Ветка в Пышму Я имею в виду трамвайную ветку Не будет ли это, знаете, таким вопросом Что кадры потекут на УГМК работать? В частности Ну, я, честно сказать, не готов сказать Какой кадровый вопрос в УГМК Да, мы не знаем Поэтому рассуждать, куда потекут Мы все живем в современном обществе Человек у нас не прикован Какому-либо месту работы Это факт Человек всегда ищет, конечно же Где ему лучше Где лучше платят Где лучше коллектив Что ближе к дому Это нормально Так и должно быть Поэтому, если у кого-то возникнет желание В связи со строительством этой ветки Работать на УГМК А УГМК данного специалиста примет Ну, это нормально Это современное общество Если говорить про эту ветку Как вы к ней относитесь? Что это даст району? Ну, я могу сказать Что я отношусь только положительно Любое средство передвижения В данном случае любой общественный транспорт Тем более экологичный транспорт Такой, как трамвай Это плюс Это большой плюс Ну, и коммуникация между Верхней Пышмой Конечно же, улучшится в разы Мы сможем действительно Мы имеется в виду жители Ардженкидзасского района Спокойно Да и не только Ардженкидзасского района Города Екатеринбурга в целом Спокойно передвигаться Верхнюю Пышму На удобном, комфортабельном транспорте Тем более, насколько я знаю Туда закупаются современные составы Которые будут ходить по этой ветке Ну, и, соответственно, жители Пышмы Смогут также спокойненько Сесть у себя В городе Верхней Пышмы И через 15 минут Быть в городе Екатеринбурге Минуя Не создавая пробок на дорогах Минуя вот эти вот все Элементы доступности То есть Где запарковать машину На которой ты приехал Ну, и Как передвигаться потом По городу Екатеринбургу Трамвай Трамвай, который соединит город Екатеринбург С Верхней Пышмой Это давно назревшая необходимость Хотелось бы, чтобы таких веток было больше Ну да, но я знаю, что обсуждается Чуть ли не Березовский и так далее Там другие места Хорошо У нас с вами не за горами Уже Новый год Да И, соответственно, планирование следующего года Есть ли какие-то уже Какое-то понимание Какие задачи вы поставите Перед вашими сотрудниками На следующий год Вот прямо, знаете, как говорится Что, сколько, когда Ну, может быть, не досконально Там в цифрах, да Но, знаете, не из серии Сделать жизнь жителей лучше А какие-то вот Какая-то конкретика, как говорится Что-то определили на следующий год уже Во-первых, мы продолжим Реконструкцию дорожного полотна То есть мы понимаем прекрасно Что на следующий год Это год предшествующей универсиаде Как я уже говорил в начале Данной беседы нашей с вами Что у нас два объекта Один на Уралмаши Это футбольный стадион Второй это стадион имени Калининец Где у нас будут проходить Игры универсиады То есть мы говорим о том Что мы повезем иностранных гостей Мы повезем делегаций спортсменов Через по нашим дорогам К этим объектам А также большое количество болельщиков Которые будут передвигаться Пешком до этих объектов Они же будут идти по нашим улицам Они будут по этим улицам По этим дорогам судить И о Екатеринбурге в целом Не о Бардженкидовском районе А о Екатеринбурге в целом То, что касается планов Ну, планы у нас всегда Каждый год примерно стандартный Это сделать хотя бы одно Общественное пространство Почему одно? Потому что это некий такой элемент Благоустройства Я не беру дороги Общественное пространство Это некий сквер, парк небольшой В этом году, допустим Мы сделали благоустроили пространство Около торгового центра Стрелка В прошлом году у нас был сквер По проспекту Ардженкидзе На следующий год у нас тоже есть Некие наметки По другим территориям Мы проводили даже голосование на сайте По выбору территории Которая должна быть благоустроена Ну и понятное дело Мы выполняем ряд задач Которые у нас идут совместно С бизнесом на территории района Будь то строительный бизнес Будь то бизнес, который занимается Открытием новых торговых точек Будь то бизнес, который создает Новые рабочие места Сейчас я не хотел бы об этом говорить Потому что беседа наша затянется на долго Планов много Я надеюсь планы эти реализовать Если не секрет Уралмаш ведь И Эльмаш Естественно, конечно Является Вот мы когда приезжаем в ваш район Например, да Хотя как в ваш район В наш общий район, да Получается Я просто удивляюсь Многообразию архитектуры Вот кроме шуток Серьезно абсолютно Но мы знаем, что есть и проблемные Там такие места Прекрасная архитектура Там гостиница Мадрид Это на что стоит, например Есть ли какие-то планы А сейчас особенно на фоне того Что некоторые объекты Под угрозой сноса находятся А некоторые сносятся Ну пусть они не являются памятниками Но тем не менее Сердце кровью обливается Честно скажу Какие-то планы по тому Что будет с ними дальше С такими объектами Ну на территории Родженикидзовского района На настоящий момент Нет ни одного, скажем так Спорного объекта То есть Назовем спорный Это тот объект Который какой-либо застройщик Либо какой-либо инвестор На него претендуют Да Хотел бы в конечном итоге Снести Назовем так Да и построить на его место Нечто современное То есть мы сейчас говорим о том Что в принципе Мы эту ситуацию отслеживаем И такой истории Как к кинотеатрам Темп В свое время Мы конечно же Повторить Постараемся не дать Почему говорю постараемся Потому что всегда существует Различный же фактор И стопроцентную гарантию Дать никто не может Но Такой информации Что кто-либо хотел бы Зайти на какой-либо объект конструктивизма Снести его И построить на его месте Он долгое время стоял В очень плохом состоянии Часть его была Разрушена Там были пожары На сегодняшний день У нас он реконструируется И по Мадриду Я думаю вы знаете Что к нам приезжал губернатор В этом году Губернатор непосредственно посетил И Мадрид И Евгению Владимировичам Было дано ряд поручений По Мадриду И эти поручения Сейчас исполняются Я надеюсь Что по Мадриду Тоже в ближайшее время Будет принято решение О его Приведении в нормальный вид Действительно Сердце кровью обливается Когда ты видишь Это прекрасное здание Эпохи конструктивизма Которое По сути говоря Начинает разваливаться И отваливается И штукатурка И лепнина Но Мы сделаем все Для того чтобы Такие здания Мы сохранили Для потомков Спасибо большое Роман Кравченко Глава администрации Арджиникизовского района Екатеринбурга Меня зовут Павел Филиппов Еще раз вас поздравляем С трехлетием Спасибо В должности Спасибо Оставайтесь с нами На радио Комсомольская правда Не переключайтесь Гость в студии Радио Комсомольская правда Это самые осведомленные эксперты Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Редактор субтитров А.Семкин